всем привет мои хорошие с вами светлана и сегодня у нас видео про покраску волос вы давно ждали я наконец-то созрела это два оттенка фаберлик эксперт колор 71 и 81 так поехали далее уже и корни в принципе достаточно отросли можно краситься не хочется все-таки немножко не нейтрализовать эту желтизну да и выйти в тот цвет который я хочу еще не вскрывала краски не знаю с перчатками не умеете пришли или нет на 3 вроде что нет перчаток нет мы будем миксовать с вами эти два цвета надеюсь получится на что-то достойно сейчас у меня на волосах цвет 71 по факту и он немножко рыжит и при солнечном свете знаете даже так зеленит местами скажем так при искусстве но выглядит гораздо интереснее перчатки есть кстати в одной краске точно так у нас тут бальзамчик мы с вами делали в предыдущем видео смывку тоже фаберлик эксперт колор кстати нам не очень понравилось волосы вообще не пожгла волосы в отличном состоянии и даже кожу головы не пожгла понравилось потому что сама вот эта краска эксперт колор она поджигает поэтому я удивилась искренне я бы конечно взяла окислитель поменьше потому что вот в этих красках и в 7 1 и 8 1 по моему у нас шестерка если я не ошибаюсь 81 даже девятка 81 девятка в 7 1 шестерка вот как на коробочке все написано я взяла вот такую вот мисочку себе кисточку и сейчас мы будем все это дело замешивать посмотрим какой цвет получится про нынешний цвет волос ни одного негативного комментария не было как ни странно все писали прям классный классный хочу такой много девчонок написали что цвет классный но мне все-таки немножко хочется брать это эту желтезну совсем немного чтобы получился более благородный скажем так цвет не знаю получится не получится у нас с вами что-то но должно потому что после смывки волосы были оранжевые прям оранжевые кто не видел это видео я прикреплю в инфобоксе ссылочку обязательно два окислителя вылила сейчас краску красочку вот они были рыжие на рыжие волосы конечно 71 она не ляжет так как она показана на коробке да таким красивым натуральным пепельным оттенком вот по факту так и получилось и и сейчас не очень люблю на самом деле не очень располагаю временем постоянно пользоваться этими тонирующими масками хотя их достаточно много хороших но у меня я не блондин да у меня такой цвет волос средний и они не очень хорошо берут не так как мне бы хотелось поэтому мы с вами красимся сейчас двух пальчик прям за глаза на сухие волосы прям красота вот сколько смотрите размешала красочку пока она такая бежевая по пробору разделил волосы и на сухие буду сейчас наносить потому что краски много уже можно волосики не мочить наносить на сухие нам ее хватит как раз одной пачки даже перчатки не надевай потому что эти оттенки светлые и руками я особенно касаться не буду как следует обволакиваем волосики взяла такую расческу широкую и буду наносить красочку по проборам когда волос коробки сзади удобно носить сама себе все как следует можно промазать промаслякте так далее в общем сейчас нанесу и к вам верну что девчонки нанесла сейчас я такая серая достаточно темная но на мокрых волосах всегда темнее вот когда смоемся посмотрим да очень интересно я надеюсь что я хоть немножко по серии две пачки хватило прям слегкой чтобы все как следует покрасить равномерно и хорошо и все кончики чтобы прям плавали в краске и будет держать полчаса сейчас засеку время через полчаса к вам вернусь будем вместе смывать краску когда наносишь волосы сразу моментально становится жесткими потому что эксперт все таки она поджигает сильно волосы но она и дает результат она дает результат здесь самые стойкие пепельные оттенки которые когда-либо пробовал вот жесткие расческа практически их не берет крупным гребнем вот еле-еле прочесал их все убрала все хожу полчаса больше не буду максимум прям девчонки пока красится волос будем с вами готовить простой быстрый и вкусный ужин что нам нужно это будет паста она предполагалась бекона бекона у меня дома нет поэтому я беру вот такую вот молочную колбасу не обращайте внимание когда порезает так дочь все делает бутерброды нам нужно обжарить по рецепту бекон я обжарю щас колбасу да и потом в духовке или на сковороде я на сковороде мне вот так вот на скорую руку до помидорчики три штуки свежих у меня можно брать черри чесночок я выдавила зубец и нам нужен будет сыр или фитакса а я буду использовать вот такой творожный сыр и может быть еще добавлю обычного сыра такого твердого и собственно сами макароны нам нужно отварить тоже спагетти или то что вы любите в принципе без разницы первым делом я сейчас буду обжаривать на сковороде колбасу обжаривать макарошки сейчас будут вариться и теперь я сразу сюда буду забрасывать помидорки с чесноком сейчас немножко помидорки с чесноком обжарится прям две минуточки и будем сразу сюда выкладывать сыр творожный с беконом конечно было вкуснее мне девчонки ради одного бекона совсем не хотелось идти в магазин сделать заказ поэтому из колбаски тоже выйдет ничего мне кажется очень вкусно быть еще с моря продуктами с креветочками надо в следующий раз обязательно попробовать уже тысячу лет не делала пасту с креветками аромат уже классно стоит помидорки чеснок колбаса люблю чеснок он пахнет колбасой дать все очень буквально пару минут и выкладываем сюда творожный сыр еще один момент если у вас помидоры а такие же как у меня обычная вода вот у меня такие экокультура то лучше добавить немножко сахара чтобы не кислили а так рекомендуют тоже по рецепту помидорки черри помидорки черри сладенькие не кислят я сейчас положила где-то чайную ложку сахара сюда солить пока не будем потому что на сыр соленый сейчас сначала добавим сыра потом посмотрим надо нам быть досаливать или нет то выложил сыр творожный потихоньку сейчас начнет плавится на медленный огонь прям с вами все отключаем можно накрыть крышечкой она получается практически сама все так перемешается вот уже в принципе без усилий и вместе с сыром прямо еще несколько минуточек пусть все это дело потушится у нас даже макароны еще не уже готова паста вот так обычный сыр я наверное в конце добавлю да как украшение макароны наконец-то начали кипеть вот все такая красота сливочная сливочная вот такая красота можно так и с грибами делать но мне дочь грибы не любит поэтому хотя шампиньончики есть холодильнике дочь грибы не любит поэтому у меня сейчас вариант без грибов красота все-таки немножко соли добавила не хватало ее здесь если бы сыр фитекса был наверное можно было бы не добавлять девчонки но вкус нереальный и без бекончика и без сыра а с творожным сыром да и с колбасой это нереальный вкус просто сливочный великолепный сейчас макароны доварятся их откину они стекут и сюда сразу и все перемешиваем так немножко постоит потом покажу я сейчас бегу смывать краску девчонки как это уже черная да прям совсем практически черный 7 1 плюс 8 1 это не просто 7 1 до прошло уже полчаса быстрее смываем по девчонки момент x я даже не пойму какого я цвета но явно не блондин как в принципе в прошлый раз эти даже 7 1 пополам с 8 1 все равно темная смотря конечно какая база у вас еще так что здесь слушайте ну вроде то что надо на тем на мокрых волосах темнее сейчас они мне немножко естественным способом подсохнут я воспользовалась бальзамчиком волос очень жесткие были краска поджигает сейчас немножко естественным образом подсохнут потом я посушу фен щеткой и покажу вам свет вроде все окей я по крайней мере не вижу это рожены и зеленоты до которая была до этого мне кажется все должно быть очень достойненько макароны сварились теперь все как следует перед как следует перемешиваем с вами вместе с соусом чтобы все у нас перемешалось немножко все это дело вместе постоит я вам потом покажу на тарелочке уже что девчонки посушилась цвет то что надо красота неимоверная это как раз мне кажется вот сейчас это как на картинке 71 явно не 71 пополам с 81 вот как на картиночке 7 1 вообще шикардос цвет классно бралась вот эта вся желтизна которая у меня была волосы знатно посохли кончики прям сухие еле досушила волосы сейчас какой-нибудь крем обязательно на них нанесу и фраше наверное скорее всего за счет этого эти волосы подсохли сразу такой прям объем шапка без всякого начеса да потому что они подсохли а так мне нравится очень красивый цвет сейчас попробую поменять лампу чтобы показать вам наиболее достоверный сейчас посмотрю если еще не совсем стемнело покажу при естественном освещении девчонки на улице уже стемнело совсем давите за окном прям темнота но в зале вот цвет получишь смотрите какой цвет мне нравится красота он немножко посветлеет еще с помывками чуть-чуть слегка мне кажется вот следующий раз взять окислитель купить отдельно полторашку как вы думаете взять вот эти два оттенка 71 и 81 но окислитель полторашку и вот так покраситься мне кажется будет лучше хотя бы не так пашу пожгутся волшка швов очень сухие девчонки вот кончики сухие надо напитывать они хоть и блестят но все равно сухий цвет классный мне нравится такая девчонки получилась красота сверху посыпала еще твердым сыром очень вкусно очень ароматно пахнет такой быстрый простой ужин прям красота на этой вкусной нотки буду прощаться с вами до котеночка уже сидит сейчас будем ужинать вот всех люблю целую всем пока пока